Замечательно! Значит, чтобы купить доменное имя, вы можете зайти либо с поисковика, но видите, на весь сервис здесь есть доменный хостинг. Есть мой аккаунт, здесь вводите Russian, портал. Я вам показываю долгий способ. И здесь заказ. И нажмите для продолжения, вот регистрация домена. Здесь вводите доменное имя, но это длинный путь. Я вам сейчас покажу короткий. Не через поисковую систему, а через ваш кабинет. Там гораздо проще. Войти. Значит, заходите к себе в кабинет, нажимаете V-сервисы, нажимаете вот эту кнопочку V-webs. Здесь ставите, если на английском языке вы здесь меняете язык Russian, тут много разных языков Russian поставили. Вот в это поле вводите название домена, которое вы хотите заказать. Например, домен будет какой-нибудь... На английском языке вводите, значит... Веб-сервис. Вот, например, вот веб-сервис, а здесь можете ничего не менять, потом на втором шаге поменяете, выберите. Значит, вот эти домены, от обратите внимание, они бесплатные у нас. И нажимаете кнопку. Здесь система выдает, какой домен свободен. Значит, вот на сегодняшний день вот с таким именем, домен на имя доступно в зоне .use. Если вас данное имя не устроило, вы вверху выделили там или стерли, добавили, и тут, например, вот так. И нажимаете для продолжения. Вот видите, я изменил чуть-чуть название. Система выдала то, что доступно. Значит, если вас устраивает, допустим, .net, .biz, .info, то есть выбрали, какой вам нужен домен, ставите галочку напротив. На вот эти цифры, 11 долларов, можете на них не смотреть. Они для нас не играют никакой роли. Это цена для клиентов. И нажимаете кнопочку здесь. Значит, здесь вводите Access Marketing Member ID, то есть свой ID номер в компании. Ввели свой номер. Здесь ничего не меняете. У вас и так будет сказано то, что Access Marketing Hosting с таким доменом, он бесплатный. И регистрация домена на один год. Тоже 0 долларов. И нажимаете продолжить. Вот этот промокод, это вам не надо. Нажимаете продолжить. Далее, вам надо ввести свое имя, фамилия и так далее. В общем, данные вводите такие же, какие вы вводили при подтверждении юридической информации. Все то же самое должно соответствовать. Дальше, здесь ставите птичку и нажимаете завершить заказ. После этого вам на почту придет 4 письма. Вы их сохраните, они вам пригодятся в дальнейшем. Значит, обращаю внимание, здесь вы указываете пароль. Вот этот пароль, насколько я помню, он, по-моему, на почту не приходит. Вы его запишите себе, потому что именно с этим паролем вы будете входить на сам сервис ВВЭПС. Значит, для входа на ВВЭПС, после того, как вы сделали эту операцию по заказу домена, нажимаете панель клиента, то есть в любом случае через панель клиента. И вот здесь надо ввести электронную почту и пароль, пароль, который вы придумываете при заказе именно ВВЭПС, а не при входе на сам, допустим, на Access. Это разные пароли. Вводите, допустим, электронную почту и на которую был зарегистрирован домен. Так, я вот вхожу. Значит, что здесь есть? Когда у вас будет заказ уже заказ обработанный, на это может потребоваться от одного до четырех дней в среднем. Если они не загруженные, наши менеджеры, имеется в виду, то они могут и за вечер, именно в рабочий, в будний день сделать. Значит, у вас должна быть стоять единичка здесь и единичка здесь. Если здесь стоит нули, значит ваш заказ еще не обработан. Когда будут единички стоять и здесь и здесь, нажимаете вот это слово MyService. Заходите, вот мой домен megamani.biz и нажимаете кнопку посмотреть данные. Значит, здесь есть вход в C-панель, а есть вход в почту. Вам нужно зайти в вход в C-панель. То есть, фактически, я вам показал, как заказать домен, а дальше я уже показываю, как войти на сам V-webs. Дальше. При первом запуске у вас здесь откроется окошечко, будет все на английском языке. Это у вас будет такой подсказчик. Я сейчас попробую включить. Он называется вот так. Мастер начала работы. И здесь при мастере начале, при этом подсказчике, вы первым делом попадаете на вот эту страничку. У вас будет здесь стоять английский язык. Выбираете русский язык и нажимаете кнопочку изменить. И нажимаете потом кнопочки продолжить, продолжить. В общем, читаете, изучаете. Там все будет расписано, что к чему. Дальше, значит. Теперь следующий момент. По смене домена. С этим понятно вопросом, как заказать доменное имя и как войти на сервис V-webs. Поставьте единички, кому понятно. Замечательно. Поехали дальше. Следующий сервис, который... Ну, естественно, не запомнить. Информации очень много. Если какие-то вопросы возникнут, в самом низу, вот здесь есть справка раздел и документация. Вот здесь можно все прочитать. про каждый элемент. Что здесь он означает. Теперь следующий элемент у нас сервис U-web. Вот это наш сайт-билдер. Значит, он... В общем, когда вы здесь домен регистрируете. Да, я на запись поставил. Так. Сейчас, минутку. Я немножко выкручу экран, пароль возьму. Замечательно. Значит, я ваш... Когда вы первый раз входите вообще на U-web, у вас появляется вот такой подсказчик. То есть, он по каждой кнопочке вас проведет. Об этом я уже говорил на прошлом занятии. То есть, читаете, что каждая кнопочка означает, а не просто так выключили и все. Если вы новичок, то стоит с этим разобраться. А теперь дальше. Как сменить доменное имя? То есть, у меня сейчас привязано доменное имя Megamoney.biz. То есть, если я кликну, я перехожу на сайт, сделанный на U-web. То есть, он еще не сделан. Значит, чтобы сменить доменное имя, наводим на вот это колесико, шестереночку. Здесь написано сменить домен. Вводим здесь доменное имя. Обратите внимание, вы вводите с http и дальше обязательно введите 3w. Дальше . Megamoney.biz. Ну, это уже ваш будет домен. Дальше. Внизу тут написана подсказка. Чтобы использовать уже имеющийся домен, направьте go DNS на uweb.exes.com. Ваш хостинг-провайлер может помочь это сделать. Значит, что это означает? То есть, я сейчас вам покажу, как соединить вместе uweb и vwebs. Значит, выделяем вот этот домен uweb.exes.com. Копируем. И идем на нашу c-панель. Значит, здесь есть раздел дополнительно. Есть раздел сетевые инструменты. Я вам показывал алгоритм, откуда я это что брал. Звонил в компанию, предложил такой вариант. Они говорят, ну, интересный вариант. Думали сами, как это сделать. Вот. Я им предложил. Вроде как правильно. То есть, еще раз вернусь. Нажимаете в разделе дополнительно сетевые инструменты. Значит, здесь вводите доменное имя для показа. Сюда вводите именно тот домен uweb.exes.com. Он у всех будет одинаковый. И нажимаете кнопочку найти. Значит, что здесь мы видим? Мы видим наши сервера, к которым привязано, в общем, вот этот uweb. И нам нужно просто вот этот адрес скопировать. То есть, фактически, вот эти две строчки нам нужно. Вот эти две. И нужно вот этот ip-адрес и вот этот ip-адрес. По очереди мы их сейчас сделаем. Так. Сделаю дупликат страницы и вернусь назад на c-панель. Значит, дальше. Скопировали один из ip-адресов. Возвращаемся в нашу c-панель. Идем в разделы домены. Нас интересует сейчас расширенный редактор DNS-зон. Нажимаем. Значит, у меня уже все установлено просто. Значит, посмотрите. Вот этот ip-адрес. Я его уже установил. То есть, здесь выбираете свой домен. И вот здесь запись надо сменить на запись, которую мы вот здесь получили. Значит, как это сделать? Нажимаете кнопочку редактировать. Вот здесь адрес. Выделяете, удаляете и вставляете вот этот ip-адрес. Вот он, нижний. Вставили и нажимаете редактировать запись. Ну, он у меня уже просто отредактирован, ругается система. Дальше. Что нам еще надо сделать? Так как я здесь присоединил без 3w, просто название megamani.biz, мой домен. А нам надо вот здесь обязательно с 3w. Теперь, что для этого надо? Значит, берем, ищем, где ваш домен. И впереди 3w написано. И здесь нам нужно сменить запись вот эту cnain. То есть, перенаправление на наш домен uwebaccess.com. То есть, вот такую запись надо установить. Она у меня просто установлена. По умолчанию она будет равна вашему домену основному. То есть, чтобы сменить вот это доменное имя, надо нажать редактировать. То, что здесь будет в разделе cnain, берете, удаляете и вставляете uweb.excess.com. То есть, как раз то, что нам система здесь предлагает. Тут подсказка есть. Что надо вставить. И таким образом мы с этого домена своего перенаправляем dns-сервер на dns-сервер uwebaccess.com. И нажимаете кнопочку редактировать запись. Но он уже ругается, потому что одно и то же. Дальше. Еще такой момент заметил. Значит, второй ip-адрес тоже стоит скопировать. И переходим в раздел home. Опять выбираем домены. И здесь есть простой редактор dns-zone. Сюда кликаем. Здесь пишем ваше доменное имя, а здесь адрес. Вот адрес, который я скопировал. Второй адрес. Я вставляю сюда. А здесь пишу свое доменное имя. То есть вот так. Основной домен. И нажимаю добавить запись. Ну естественно, я его уже добавил. Давайте еще раз добавлю. То есть проходит некоторое время. Запись была добавлена. И после этого, после вот этих манипуляций, ваш домен уже будет прикручен на месте. То есть таким образом вот кликаем сюда и переходим на сайт уже на конструкторе uweb работы. Его также можно и редактировать. Все то же самое остается. Опять таки видите, везде есть подсказки. С этим понятно вопросом, как сменить доменное имя. Поставьте единичку, кто понял. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, надо разбираться естественно со всем. Постепенно разберемся. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здесь у вас будет длинное доменное имя. Оно естественно в бизнесе не котируется. Надо домен второго уровня брать для бизнеса, а не четвертого уровня. Заходим сюда. Нажимаем сменить домен. Здесь подсказка. ДНС надо сменить на uweb.access.com Выделяем, копируем. Переходим на сей панель. В самый низ опускаем. Дополнительно сетевые инструменты. Сюда кликаем, вставляем, нажимаем найти. Система протестировала сервера то, что работает. И нас интересует вот этот IP адрес и вот этот IP адрес. По очереди я заметил, что который длинный IP адрес, оканчивший на 117, он как раз работает нормально. Значит опять переходим в разделы домены. Сначала берем расширенный редактор DNS zone. И здесь в расширенном редакторе сейчас загрузится. У вас здесь будет, во-первых, ваше доменное имя, а вот здесь IP адрес будет какой-то другой. То есть у меня он вот такой был изначально. Чтобы его сменить на тот, который мы скопировали, нажимаем редактировать и вот здесь этот удаляем и вставляем то, что мы скопировали. И еще нам нужно 3W. Нет, сразу не получится установить нужный домен, потому что система Uweb у нас изначально идет как бесплатная и мы заказываем домен аж четвертого уровня. поэтому здесь домен не заказывается на Uweb. Там временный домен четвертого уровня, но он ни о чем, можно сказать. Поэтому, чтобы привязать правильный домен, мы, конечно, идем на наш vwebs. Либо можно, если у вас уже доменное имя есть и на нем уже какой-то сайт висит, вы можете сделать, например, поддомен и к этому поддомену привязать. И получается, здесь, допустим, у вас будет поддомен, ну, например, ну, вот так единичку поставлю, точка. То есть поддомен единичка, точка, мегамани, точка, бис. То есть вот такой пример будет. Будет, в принципе, одно и то же. По настройке вот этих DNS-зон. То есть вот такой сложный, конечно, процесс, но без него никуда не денешься. Так, дальше. Еще какой момент. Значит, ну, с этим запись посмотрите, поизучаете. Ничего там сложного нет. Так, какой еще вопрос. Может, вы зададите какие-то вопросы, которые стоит разобрать. Потому что основное, как бы, сменить домен и по конструктору. По конструктору на прошлом занятии я много еще рассказывал. Давайте, ребят, пишите вопросы. Ну что, ни у кого никаких вопросов нет? Так. Уже не убирает. Так. Уже не убирает. Пока в процессе. Замечательно. В общем, сначала делайте странички и включайте доменное имя. А вообще, закажите параллельно доменное имя, потому что заказ обрабатывается, ну, от одного до четырех дней точно. Пока там в компании и так менеджеры завалены. Сейчас другими вопросами много сайтов размещают на рекламу. Поэтому время пройдет достаточно, чтобы вы успели сделать сайт. Вот. После того, как с этим доменом вы сменили, дальше надо сделать регистрацию в этих, в каталогах разных. Так. Еще тут такой момент есть. Значит, настройка сайта. Значит, здесь вас должно интересовать Google Analytics. Да, почти неделю могут подтверждать. Там по-разному. Значит, в Google Analytics вы сюда можете вставить код от Google Analytics. Значит, все знают, что такое Google Analytics. Единичку поставьте, кто знает, как его сделать. И двоечку, кто не знает. Так. Замечательно. Выделяете мышкой вот это слово Google Analytics. Аккаунт на Google должен быть у вас уже готов. И давайте пойдем поищем этот Google Analytics. Вот он. Google.analytic.com. И нажимаем сюда. Кликайся. Так. Войти. То есть, если у вас есть аккаунт, ну, почта на Gmail, значит, вы уже можете пользоваться Google Analytics. Вошли в Google Analytics и вот сейчас я как раз покажу, где он там. Вот этот код, откуда взять. Так. Как я сделал. Нажимаете, по-моему, администратор. Так. Нажимаете сюда и нажимаете создать аккаунт. Так. Значит, название. Название. Название аккаунта. Ну, вот, допустим. У меня. Не копируется. Ну, ладно. Буду написать тогда. Просто напишу вот так. Допустим. Мой сайт. То есть, название. Дальше. Название сайта обязательно. URL веб-сайта. То есть, ваше доменное имя. Идем сюда и вот это копируем. Выделили. И сюда вставляете. Здесь уже HTTP есть. Поэтому отсюда убирайте. И сзади слэш тоже. Он не нужен. Дальше. Отрасль. К чему он будет относиться. Ваш сайт. Так. Один из вариантов. Искусство. Там. Промышленность. Так. Компьютеры, электроника. Финансы. Электроформию. Ну, что-нибудь. Интернет, телекоммуникации. Электроформию. 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 Вот. Допустим. Бизнес и промышленность возьмем. Дальше. Часовой пояс отчетов. Выбираете. И выбираете. Ваш город. Либо. Как-то по странам. Есть, например, Москва. Так. А. На русском. Так. Вот. Россия есть. Хорошо. Пусть будет Россия. Дальше. Часовой пояс отчетов. Мастерская. Москва. Калининград. Москва. Самара. У нас. По Москве. Это. Будет. Москва. 0.0. Либо Москва. Самара. Пусть будет 0.0. Дальше. Ниже листаем. Читаем. Что тут написано. Здесь можете ничего не менять. Нажимаете. Получить. Индентификатор. Вот это. Такое соглашение будет. Нажимаете. Принимаю. Идет выполнение. Теперь. Дальше. Вот ваш идентификатор отслеживания. То есть. Выделяете его. Копируете. И идем на Google Analytics. И вот сюда. Вставляем. То есть. Вот тут внизу есть подсказка. Пожалуйста. Вставьте ваш код Google Analytics. УА. Тире. И Иксы. Вместо Иксов. Соответственно. Как они есть. Будут циферки. Либо оставьте пустым. То есть. Можно и без него. И нажимаете. Либо сохранить изменения. Тогда. Это окошко уйдет. Либо сохранить и продолжить. Если вы хотите там еще что-то настроить. Так. Все. Этот код. Мы вставили. Если у вас. Допустим. Сайт. Где можно HTML скрипты вставить. То можете вот этот скрипт вставить. Есть еще через вариант. Через PHP. И так далее. Что мы в итоге получаем. Так. Настройка ресурса. Здесь есть. Вот доменное имя. Включить демографические отчеты. Включаем. Использовать улучшенную атрибуцию. То есть. Вот этот Google Аналитик. Он будет показывать. Откуда. Откуда. К вам. На сайт. Идет. Трафик. То есть. Каких стран. Вот тут можно демографию. Демографическую данные. Включать. И нажимаете сохранить. После всех изменений. Так. Где там. Управление. Так. Вот в общем. Много настроечек. У Google Аналитика. Поэтому. В принципе. Больше. Ничего и не надо. Можно. Допустим. Связать. С AdSense. То есть. Если вы хотите. Допустим. Например. Сделать монетизацию. Вам. Надо будет. На AdSense. Зарегистрироваться. И связать аккаунты. И получается. Вы. Соедините. Свой. Сайт. Сделанный. На ювебе. С монетизацией. Гугловской. С этим. С AdSense. И. Когда. К вам. Будет. Поступать. В общем. Когда. Будет. Идти. Трафик. На ваш сайт. Если вы. Разместите. Рекламные. Блоки. То. Вы. Будете. За это. Еще. Какие. Копеечки. Получать. Вот. Так. С этим. Понятно. Вот. С этим. Google. Аналитиком. Поставьте. Единички. Кому. Понятно. А. Двое. Кому. Непонятно. А. А. Да. Разбираться надо. Ладно. Запись будет. Будете изучать. Дальше. Значит. У нас есть возможность настроить CSS и JavaScript. Значит. В. CSS. Если вы не знаете что это такое. Лучше не лезьте. В. CSS. Вам. Нужно. Для. Вот. Например. Я сегодня. Делал. Такую. Кнопочку. На. Свой. Сайт. Который сделал. Женек. Сейчас. Я вам покажу. Стоп. Вот. Видите. Такие. Кнопочки. Появились. Значит. Вот они используются через JavaScript. И. Там. CSS. Подключается. То есть. Когда сайт листается. Можно вот так наверх. Можно допустим вот эту кнопочку нажать. И. И. Я убрал мышку. Сайт. Автоматически. Прокручивается. То есть. Я вот сегодня разобрался. Как вот эти кнопочки сделать. Можно поставить на паузу. Они прокручиваются. И. Назад вниз. То есть. Вот это. Используется. Уже. Как раз. Вот. С этим. С. 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 Ну. Voilà. С. 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 И вот здесь еще подключаете тот скрипт, который отвечает за кнопочку. Либо что он там будет у вас на сайте делать. Я вот сейчас изучаю эту технологию. Ну, что-то немножко даже улегся. Но технология JavaScript здесь она работает. То есть я вам реально показываю. Или, допустим, вот в разделе продукции у меня здесь такой длинный сайт получился. Допустим, вот кликаем на этого человечка. Сайт автоматически опускается вниз. Здесь откроется сейчас каталог. Он долго загружается. А эти кнопочки, они в любом случае работают. То есть можно вот так медленно прочитать. И каталоги будут идти друг за дружкой листаться. Можете на паузу, можете вниз сразу пролистать. Можете сразу наверх. То есть, получается такой сайт, как динамичный он, живой типа. То есть довольно-таки удобно. Значит, по этой технологии я расскажу как-нибудь в следующий раз. Вот. Если до конца разберусь, как она работает. Пока я могу показать, откуда я взял. Вот. Как-то там что-то состряпал. Что-то заменил. Ну, у меня получилось. Так. Что еще такого показать вам? Так. Давайте вопросы. Есть еще вопросы у кого-нибудь? Ни у кого нет вопросов? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Новости? Новости? Нет, новостей у меня нет. В компанию я не звонил. В принципе, пока я без изменений все. То же самое остается. Семен Новости рассказывал как раз в воскресенье. Он говорил то, что на месяц перенесли вот это событие, которое должно быть, ну, правила должны вступать с 1 августа, перенесли на месяц. Поэтому все пока без изменений. Ну, хорошо тогда, друзья, смотрите, в общем, телек, который я вот тут сделал для развлечения. Вот. У меня дома телевизора нет. Ну, сейчас соскучился. Вот вам ссылочка. Вот этот сайт я сделал буквально вчера на нашем старом конструкторе. Вот у нас партнеры говорили, там, инструментов нет. Вот этот инструмент под названием V-Webs. То есть, можете вот сюда зайти, да, и выбрать нужный вам канал. Тут более 100 каналов. То есть, вот сюда кликайте на букву N, выбираете, который вам нужен канал, познавательные. Прикольно. Целое кабельное телевидение нашел прям. Там, какой хотите, как говорится. Допустим, вот такой. И автоматически он включается. Тогда уже внешние правила церковные ему напоминают регламентировать его. То есть, вот такая развлекуха. Вот. И вот эти кнопочки сделал кликабельно. То есть, фактически, у нас есть инструменты, ну, многие об этом почему-то, не знаю, не разбираются, не хотели разбираться. Но они есть. Они и были. Вот этот инструмент, C-панель, я так поразбирался, они вообще, C-панель, это отдельная организация, они существуют, насколько мне помнится, с 97-го года. А, еще раз, пожалуйста. Значит, вот смотрите, можно выбрать на каналы, и здесь выбираете, который вам канал понравится. То есть, допустим, парк развлечений. Кликаете, и он автоматически должен включиться. Если он не включился, ну, значит, какой-то другой канал включится. А так, вот, допустим, на буковку М нажимаете, и листаете до нужного вам каналы. Вот, допустим, детские, тут детские классные. Допустим, вот знания включаете, и сейчас он автоматом включится. Ну, включайся. Тут бывает некоторое время, немножко подтормаживает. Может, с показом экрана и то, что еще через интернет идет. Вот, Disney. Стражей Галактики. В кино с 31 июля, в 3D и IMAX 3D. Наши глаза. Вот, довольно-таки интересно. Я когда-то, скажем, подрабатывал в Акадо, в московском. Так мы ходили по подъездам и предлагали купить интернет-телевидение. Фактически, за вот это, такого уровня интернет-телевидения, ну, люди платили существенные деньги. Здесь, фактически, вы бесплатно это получаете. Технологии у нас, конечно, супер. Все, друзья, давайте тогда прощаться. Завтра я не вести не буду. В субботу будет Стив Рейнер вести. Расписание я указал на нашем сайте. Вот это, через которое вы все зашли. Так, вот, в субботу кликай и переходим. 10.00 по GST. Это время, ну, ихнее, в общем, время. Я ищу вариант, как мне тут часы бы разместить, чтобы именно по Москве и там по Киеву, например. Может, по Казахстану сделать. Вот, пока думаю, как это сделать. Время, чтобы перевести, чтобы нам было понятнее, когда прийти на этот вебинар в субботу. Завтра, либо сегодня сделаю. И в воскресенье Семен проведет. В понедельник либо я буду вести, либо, может, еще кто-то будет. Ну, все, друзья, вопросы еще есть? Хорошо тогда. Восемь часов? Может быть, восемь часов. Я не знаю, десять часов по GST там указано. Пока не могу определиться, сколько там разницы. Девять часов, либо десять часов разницы. Надо у Лены спрашивать. Романа. Хорошо, друзья. Ну, тогда давайте прощаться. До скорых встреч. Всем спокойной ночи. Всем удачи. Приятных выходных. Я здесь изменю расписание. То есть, укажу время, чтобы было понятнее. Мы в чате продублируем. Ну, все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова